Английская семья Савченко приветствует вас. Мы находимся в разделе ТАП 12 тысяч слов с примерами. Сегодня мы будем знакомиться с новым словом ДРУГ. ДРУЗЬЯ. ДРУГ. ДРУЗЬЯ. Давайте закрепим это слово в предложениях. У меня есть хороший друг. Мой друг очень умный. Сколько у вас друзей? Вы доверяете вашему другу? Он потерял своего друга. Ваш друг может помочь нам? Ее подруга говорит по-английски. Ваш друг починил мою машину? Я приехал посетить моего друга. Их друзья много говорят. Замечательно. Итак, друзья, вы сможете английский с семьей Савченко. Найти нас можно в наших каналах или на нашем сайте english-sav.com. Для тех, кто желает подняться на ступенечку выше, мы для вас подготовили сейчас три теста. Итак, друзья, тест номер один. Тест простой. Перевод с английского на русский. Попробуйте в паузах создать свой перевод, перевести. И после короткой паузы услышите правильный перевод. Сверьте себя. Работаем. I have a good friend. Проверим. У меня есть хороший друг. Следующий. My friend is very smart. Проверим. Мой друг очень умный. Следующий. How many friends do you have? Проверим. Сколько у вас друзей? Следующий. Do you trust your friend? Проверим. Вы доверяете вашему другу? Следующий. He lost his friend. Проверим. Он потерял своего друга. Следующий. Can your friend help us? Проверим. Ваш друг может помочь нам? Следующий. Her friend speaks English. Проверим. Ее подруга или друг говорит по-английски. Следующий. Did your friend fix my car? Проверим. Ваш друг починил мою машину? Следующий. I came to visit my friend. Проверим. Я приехал посетить моего друга. Следующий. Their friends talk a lot. Проверим. Их друзья много говорят. Итак, друзья, вы смотрите английский Семьёч Савченко. Коротенькая пауза, и мы подойдём к более сложному тесту. Будьте с нами. Итак, тест номер два. Перевод с русского на английский. Начинаем работать. У меня есть хороший друг. Проверим. I have a good friend. Следующий. Мой друг очень умный. Проверим. My friend is very smart. Следующий. Сколько у вас друзей? Проверим. How many friends do you have? Следующий. Вы доверяете вашему другу? Проверим. Do you trust your friend? Следующий. Он потерял своего друга. Проверим. He lost his friend. Следующий. Ваш друг может помочь нам? Проверим. Проверим. Can your friend help us? Следующий. Её друг или подруга говорит по-английски. Проверим. Her friend speaks English. Следующий. Ваш друг починил мою машину? Проверим. Did your friend fix my car? Следующий. Я приехал посетить моего друга. Проверим. I came to visit my friend. И последнее. Их друзья много говорят. Проверим. Their friends talk a lot. Замечательно. Итак, друзья, вы сможете английский с семьёй Савченко. Для тех, кто желает подняться ещё на ступенечку выше, сейчас во время паузы, пожалуйста, подготовьте листочек бумаги и ручку для того, чтобы подготовить себя к письменному тесту. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, тест номер три – это письменный тест. Вы будете слышать произношение или, скажем, фразу на английском языке, Нелли будет зачитывать. Потом ставите паузу, письменно пытаетесь написать эту фразу, перевести также на русский язык. После паузы снимаете и увидите правильный ответ. Если всё понятно, тогда работаем. Первая фраза. Ставьте паузу, работайте. Проверим себя. У меня есть хороший друг. Итак, предложение номер два. Ставьте паузу. Проверим себя. Мой друг очень умный. Следующее. Ставьте паузу. Проверим себя. Сколько у вас друзей? Следующее. Ставьте паузу. Проверьте себя. Вы доверяете вашему другу? Следующее. Ставьте паузу. Проверьте себя. Он потерял своего друга. Следующее. Ставьте паузу. Ставьте паузу. Ставьте паузу. Ставьте паузу. Ваш друг может помочь нам? Следующее. Ставьте паузу. Проверьте себя. Ее подруга говорит по-английски. Следующее. Ставьте паузу. Проверьте себя. Ваш друг починил мою машину? Следующее. Ставьте паузу. Проверьте себя. Я приехал посетить моего друга. И последний на сегодня. Ставьте паузу. Проверьте себя. Если вам понравился урок, пожалуйста, поддержите нас с вашим участием, активностью. И также нам в комментариях очень интересно узнать ваше мнение, интересны ли вот эти тесты для вас, насколько это интересно, насколько это важно, насколько оно работает, так скажем, да, чтобы мы не усложняли ничего лишнего, ничего не придумывали. Поэтому в комментариях, пожалуйста, будем рады, если ваши будут какие-то отзывы и ваше мнение. Над этим уроком работали для вас вместе с вами Алексей и Нелечка Савченко. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok